Мое почтение вам, господа аристократы, я вас приветствую и давайте наконец-таки приведем к победе высших эльфов, да, уже все собираюсь, уже сколько последних серий я собираюсь привести к победе, все собираюсь, но никак не сделаем, пора это исправить. Так, давайте, наверное, сейчас мы все-таки здесь займемся немножко еще лизардменами по совместительству, да, и денег у меня нету, я, похоже, походил всеми, да, всеми, кем мог, я походил в прошлой серии. Да, ну, конец хода тогда, классе, че мы будем смотреть на это все. Денег у меня нету, дохода тоже практически, по сути, вот до выхода, ну, первого Вархаммера еще как бы, наверное, тоже такое можно было, например, дать, но в первом Вархаммере уже как бы задаточки появились, и я про то, что у меня обычно, если доход начинался в Total War хороший, приходить прям такой, знаете, что аж любо-дорого смотреть, когда у меня Империя прям на ходу, у меня как бы проблем не возникало, то есть обычно доход, если падал, то не столь значительно, а тут у меня то холодно, то жарко, да, то большой доход, то вновь он уходит в минус, иногда даже так бывает. Во втором Вархаммере это прям тенденция, у меня практически, наверное, в любом прохождении Смертных Империях за Империю и за Лизардменов мы проходили, тоже такое бывало, но за Лизардменов на самом деле там это произошло больше части из-за разрушенных территорий, да, хотя там еще были факторы, ну ладно. В общем, как-то так с нами поступает, ну, мне кажется, все-таки в Вархаммере это связано в первую очередь с дополнительной платой за каждый стэк. Я соглашусь, возможно, что так все-таки удобнее, что хотя бы, когда у тебя денег много и тебе нужна новая армия, ты ее можешь создать. А если сравнивать с тем же Римом, да, когда у тебя вот достиг ты определенного уровня Империи, вот ты можешь содержать столько армий и все. Хотя у меня вот, я не знаю, за все, наверное, ух ты, елки-палки, посмотрите, это реально пиротехники. Я не смотрел, что у него за армия, но это пиротехники, вот они оправдывают свое название. Я сейчас от темы даже чуть отошел, потому что, ну, это же... Ну, это просто офигеть. Так, поселение в осаде. Это мы сейчас снимем. Просто пиротехники эти, эти прям вот очень обрадовали. Повеселили, так повеселили. Мы же даже начнем эту битву. В любом случае, разыграем. Там, мне кажется, автобой лучше ее проведет. Блин, тут прям черепушка с деньгами рядом, у меня рядом никого. Как назло. А если создать армию, то она дороже обойдется. В итоге. Не, давайте деньги не будем сейчас тратить. Но вот это вот, лучше, лучше сейчас спокойненько пройдемся. Блин, пиротехники, ну вы, вы красавцы. Я вас, конечно, могу сейчас в море разбить. Блин, ну вот реально, я посмотрел бы, если бы вы высадились, я бы напал бы и лично уже сражался бы с вами. Лига пиротехников. Действительная. Блин, круто. Вот такие вот сплошные фейерверки. Бешеная табуретка. Так, давай коллегию пиротехников. И причем, смотрите, автобой верит в его победу прям очень сильно. Понимаете? То есть, автобой, вот он, наглядный показатель, что автобой отдает предпочтение в первую очередь... Именно Артем. Блин, и тут же разыграть я не могу в море. И он сейчас сольет. Давайте отступим, пес с тобой. Ёжик ты лохматый. Ты же теперь еще и... По суше будешь идти сюда. Полгода. Да. Надо было в город тебе просто завести и все. В общем... В общем, неприятная ситуация получилась. Ладно. Ничего страшного. Это как бы... Как бы веселый момент с пиротехниками. Ну ничего. Так, давай, иди сюда. Храм сейчас. Прям даже на ускоренном, наверное. Ты до храма чуть-чуть не дойдешь. Ничего страшного. Так, Мелвин, ты здесь. Пока прокачивай города. Так, нарост у меня есть провинции. Давайте вот эту штуку. Начнем пока строить. Или давайте на порядок. Лучше. Вот. Лучше, наверное, на порядок. Чтоб армию тут не сковывать. Это у... Блин, опять же строительство. Сейчас деньги. Деньги очень нужны. Так, Мелвин. Мелвин, Мелвин, Мелвин. Вдруг мы Мелвин. Орки, разбейте вы этих гномов, пожалуйста. Поджалюсь-то. Ладно, Мелвин, оставайся сидеть здесь. Пока наводи порядок. Здесь остался всего лишь один город. Башня вот этого черного света. Можно попытаться туда идти. Здесь они вроде бы разбили всех, кто угрожал. Нашей территории. И здесь граница моих земель. Я так понимаю, вот это, да, вот. За вот этой переправой уже башня черного света. Ну, значит, вот так вот становишься. Пока восстанавливаешь. Хотя можно еще дальше пойти, да? Чуть зайти на его территории даже. Чтоб точно дотянуться. А сколько у меня? 54. Местность, похоже, неподходящая. Как так? Давай до 50 вот сюда дойдешь. Опять не может. Эх, надо было здесь сразу становиться лагерем. Что-то какие-то печальные ситуации возникают сразу сходу. Пиротехники-то повеселили нас, но в остальном все получается не особо приятно. Так, ладно. Ну что, царить гробниц могут такие города. Правда, его не часто можно будет вызывать, да? Великого и могучего героя, который будет сразу третий левел города. Вот так вот, хоп, пустоши, третий левел. Хоп, и в дамках. Удобно. Деньги экономишь, время экономишь. Не тратишь на восстановление и тому подобное. Так, давай содержание. Что? Мастеров мечей. Содержание для принцев драконов. Доход от трофеев, белых львов, копейщиков и лучников. Скорость исполнения потерь. Для драконов. Доход от разорения. Содержание латернской морской стражи. Доход от всех портов. Ну, в принципе. Учитывая твою армию, думаю, выбор очевиден, да? Давай. Вот так вот. Прекрасно. Следующая армия у нас здесь, наверное, пока останется в городе. Прокачаем магу бессмертия. Может и пригодится. Ну, Крок Гары лучше не грить. Не грить, не грить. Не брить, не грить и не злить. Так, дисциплина. Вот тут он, конечно, может сейчас автобой слить. Кого-нибудь? Кого-нибудь дослить, да? Ну, давайте лично разыграем. Окей. Сейчас тут такая ситуация. Понятное дело, что... Может быть, стоит быстрее завершить кампанию, продолжить за темных эльфов, да? С одной стороны. С другой стороны... Ну, хочется тут тоже как бы аккуратненько не завершать АБК кампанию. Можно там слить пол империи и сейчас все равно выиграть. Без проблем. Это... Мне содержать вот эти все даже дачи, да? В Нагорондию, в Наултуане, в тех же южных землях, мне не обязательно. Да даже в люстре мне не все земли нужны, по сути. Вот эту стену жалко сделали. Такой. Непригодной для штурма. Угу-гу. Так, ну, предлагаю попробовать башни сломать. Давайте только вот так вот поставим, чтобы вот эти башенки не дотягивались. Так, начнем размещение. Редкий случай, когда я нажал размещение. Да? Обычно во время игры размещаю еще этой великой и могучей. Так, латенская стража полностью здесь. Герой здесь. Маг на передовую. Я сейчас могу пролом сделать в стене в любой без проблем. Поэтому пролом мы сейчас организуем. Но мне нужен еще, наверное, второй пролом. Поэтому подождем. И как раз башенки поломаем. Башни начинаем ломать. Мой господин, мы должны прорвать их оборону. Продолжайте атаку. Штурмуйте стены. Храмовая стра... Ой, а магам... Блин. Вот знаете, можно было бы сейчас вот тут мага сломать. Жалко, нет, нельзя. Нельзя. Тут когорта сцинков исключительно, да? Но это не самые сильные парни, которых стоит бояться. Ну давайте. Здесь и сломаем стену. Отключаем. Ой, вот так вот рухнула стена сразу. Перезагружается эта штука долго. Две минуты. Поэтому как раз башенку, я думаю, точно успеем доломать. Главное, чтобы он мне тут не пополомал. Ну, у него вышки еще не максимум прокачаны. Поэтому должны успеть сломать. Все, ускоряем это дело. В это время предлагаю вот так вот коробочку нашу передвинуть. Герой тоже. Маг вообще сюда. Подходи. Подходи, дорогой. Высокая эффективность. А ну давай. Забацает нам. Башенка практически... Если ваш отряд захватит вражеские укрепления, мы сможем использовать... посмотрите да тут героя магия и лучники просто уничтожают он бедолага так сейчас наверно только скорость нормально сделаем герою вообще больно они вслепую представляете лучники они не видят куда стреляют они вот даже продолжают стрелять вот нету ну по факту если смотреть да как бы ой тут мы начинаем втыкать как почему-то они вот сюда начинали стрелять так ладно стрелки ломайте вторую башню хотя в принципе в башне он не пытается до охранять башню можно и не обстреливать можно вот так вот отдать приказ частично стрелки начинают идти сюда молот молот где-нибудь еще прозрушить а вот если на воротах давайте проверим мочу чё нам терять мы можем себе позволить вот так вот то есть ворота он не ломает при этом и урон штурмовых ворот 50 процентов то есть стену он ломает то есть представляете да стена а ворота нет ну как-то так решили сделать окей ладно так что мы еще можем тут интересного такого замутить прям так чтоб порадовать наших друзей ну давай ладно феникс тут не немного нанесет урону тем более вы сейчас может быть убежите да ну феникс очень долго применяется противник видит куда и он чаще всего уходит с линии поэтому феникс очень эффективная вещь но когда враги уже увязли в бою то есть когда враг вот он скован мы его связали по рукам и ногам блин а тут вот этих пацанов обстреливают очень по жесткому подсобить и тут в этот случай не убежал не сбежал так давай хватит не от этих нелепых потерь так здесь храмовая стража даже подтянулась уже а ну давайте посмотрим как эта магия действует первую очередь на одиночную цель и теперь на отряд как нам говорят это не особо эффективно будет но я бы не сказал бы что совсем прям неэффективно коцает равноценно и вполне неплохо уже он 600 ну тысячу снимает практически тысячу хп снял все вы храма вы обстреливаете уже и все так друг мой мак давай иди сюда ты иди сюда залазь куда вы полезли обстреливаете вот этих со спины и все вот этих можете по обстреливать так вы все сюда давайте целиком и полностью артам он вообще уничтожает круг сегоров центр города уже рядом а я в курсе так башня наша терем терем подходи сюда начиная обстреливают этого динозаврика смерть динозаврику причем смотрите вот эти парни вообще игнорируют наличием моей латырской стражи на стенах они они предпочитают стоять вот здесь это мега круто ой наконец-таки они обнаружили что так стопы 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 ребят вы своих обстреливаете вы в курсе ну так как бы между прочим на всякий случай хотел бы вам напомнить так иди сюда ох блин и этот еще зашел ну нафиг ты зашел давай на стену залезь куда ты опять спускаешься ты получил приказ что ли или ты бежать хотел уже трусишка зайка серенький все победам пару отрядов конечно не покоцали но я думаю сейчас восполним их быстро вот так вот просто лучники даже особо не заходя в город если там вот эти не слазили со стен мы даже не зашли в круг сегородни даже вообще и не пока цены остались сбежали полном составе окей отлично оккупируем город стен у меня здесь дополнительных нету но мы сейчас начнем их как расстроить лекарственные растения давай лекарственные растения так ну и здесь стены все-таки возьму он за один ход не дойдет если что вторая армия я думаю подойдет поможет утренний свет защищать ну что круг гар очень силен он один способен разрывать армии на запчасти а мы не цари гробниц чтобы собирать из остатков до новых бойцов так давай тебе наверно вот эту штуку начнем качать так остался один ход в принципе все кому надо практически походили практически но не все иллюминация иллюминация так избыток населения это все мелочи на самом деле повышение да и мы смотрели так окей доступен указ давайте сразу доход вот так вот увеличим еще плюс по строительству ничего больше не могу сделать ну и конец хода конец хода на финальную битву однозначно будет играть тоже теклис него армия более разнообразно можно конечно дракона ему нанять дополнительного как я говорил уже не раз мне в целом хватает в других армиях дракона который дается полководцу драконы все-таки у эльфов золотые и я предпочитаю вместо одного дракона содержать армию понятно что один дракон он очень очень сильно но мы видели в той же битве когда срывали обряд темным эльфам как черный дракон отхватил от нескольких отрядов всего лишь латынской стражи и лучников он просто пролетал мимо парень был ни при чем как говорится да он просто летел домой он просто хотел домой его ждали там моего просто расстреляли так на гору он конечно тут прям набирает силу и с ними блин гобла я забыл про вас но гномы помогли ой какое вы полезное дело сделали ежики вы лохматый я прием не знаю когда тут полные стеки вы ни разу не нападали с кавенов блин вот реально если бы не конец вот этого прохождения вот сейчас из-за вихря ну чё монумент нападает монумент сейчас падет но это понятно из моего косяка но мы подражаемся ok зато сейчас не будем особо думать об армии хотя может и не падет монумент если сейчас кавалерия добежит до этих фейерверков то хана ему на самом-то деле так что он сделает что он сможет сделать но опять же очередное доказательство что автобой очень любит арту просто full стек арты да вот полностью никакого он даже не отходит максимально на расстояние чтобы использовать весь потенциал до стрельбы и выстраивает их у такой вот непонятной кишочкой мне лучше можно пойти знаете вот как-нибудь вот с угла на самом деле он пока перестроит остальные максимум меня двое будут обстреливать но мы тогда будем достаточно плотно идти либо растянуть строй максимум по нам будет опять же стрелять это максимум отрядов мне кажется почему то все равно растянуть будет намного эффективнее тогда меньше будут попадать хотя они не такое адский да будет урон наносить как те же легендарные фейерверки ладно окей значит пойдем так вот отсюда давайте копейщики максимально растягиваются идут сюда остальные максимально растягиваются но хотя бы никак какое-то расстояние пусть держат чтоб не так все печально было так но кавалерия в полном составе пойдет с вот этого фланга вот это кавалерия вообще смотрите она как имба вода может сделать здесь она вообще может а и тут сделали кстати говоря вот эту фишку наконец-таки наконец-таки это можно только по углам расставлять это это тоже печалило все поехали фейерверки сейчас только знаете вот так вот сейчас сразу сделаем я хочу посмотреть как фейерверки будут лететь а нашу армию вот просто так вот бросаем вот вперед кавалерию вот сюда эту кавалерию ну вот сюда давай ну даже вот сюда и все и поехали поехали посмотрим на ваш гильдия пиротехников ай вы еще и тупить будете да сейчас ваши стрелки атакуют всех замеченных врагов но вы можете приказать им поберечь боеприпасы ой вы молодцы а профуколь момент но нет один фейерверк он пошел тут кавалерия начинает убивать их вперед-перед-перед кавалерия здесь вперед зацепить зацепить мы сейчас еще и защитим этот город без проблем через сразу начну тут мы сольем какой слить блин как будто я состав вражеской армии не видел сливайте что-то тут собрался так давай вы наверно суда идите вы полководца начинаете обстреливать орел золотой давай сюда вы фейерверки давай 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 гильдия пиротехника если бы конечно у меня была такая армия пиротехников вот это вот было бы им имбища интересное вперед вот кавалерия смотрите как тут пиротехников то разгоняет всяких любителей фейерверков гасить этих любителей фейерверка гасите уничтожить всех этих любителей фейерверков так орел помогай ты у нас основной дамагер здесь отбыш терем 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 а и все они бегут посыпались посыпались эти понты колотили туда фейерверки в общем ничего они не могут даже красивого боя до устроить никакого красивого боя ничего интересного не смогли они забацать обстреливать нормально они не могут автобой вновь показывают какую-то непонятную версию того что они наверно знаете если учили что мы это обороняющая сторона он атакует а мы стоим и ждем когда он нас расстреляет но как раньше делал так искусственный интеллект в том же риме втором то есть у тебя если арта и ты штурмуешь город со стенами или вообще тем более без стен он просто спокойно сидел ждал пока ты расстреляешь весь весь свой боезаряд оставишь его без каких-нибудь важных пацанов элитных и потом уже спокойненько заходишь в город и уничтожать блин все качают теперь бессмертные до героя ранен бить их невозможно теперь не знаю мне казалось все таки вот когда я проходил за лизардменов первое прохождение только полная которая была во втором вархаммере мне казалось что бессмертные ну это у лизардменов окей еще прикольно но остальным давать да ты вроде прокачиваешь героя ты в него вкладываешь и слить его иногда случайно обидно но в этом-то и вся суть продумывай до моменты и опять же по врагу уничтожить или ранить в бою полководца ну в первую очередь убить какого-нибудь нелегендарного ладно песними с легендарными от этими героями давайте тинги возьмем с легендарными героями то ладно еще пол беды нормально пусть пусть воскрешают но убить обычного лорда прокачанного там 40 в этаж какой удар по репутации это это очень большой порт на стара кроуна рефорджет но кроуна лоуна из-натринах это мастбе борн-интера вортикс Деливедом в Калидор... ...соорный героинь... ...это саверы. И минус, что кричитый, скатан, прутат… ...это отглубя Савельевляя. Пов皇ительство на выходе... ...зотв wygl negligение. Или светит мир. коварные серые провидцы скаменов собираются у центра вихре повелитель но их попытка призвать должна закончиться провалом атакуйте и захватите управление вихрем сыграйте финальную битку окей ритуал за а я думал вихре уже нет а он приближение просто исчез так хотел сказать что случилось вихрем что с тобой братан так восстание неизбежно надеюсь где-нибудь вот здесь восстание неизбежно ритуал завершён избыток и доклады о битвах возведенные постройки неизбежные восстания так ну у меня 16000 есть на шкребли даже можем какой-то ритуал еще провести асурион вновь на курс исполнения потери и долго еще давайте его проведем чё понятно что тут осталось одну битву уже сыграть и все и капдит вам оскавин и смотрите как прыгают мерзавцы так так лес значит ты иди вот сюда просто пока навстречу хотя учитывая что ты сейчас будешь поход с нами после битвы но и в перспективе если потом продолжать до компанию то лучше наверно тебя будет в городе вести давайте добьем сейчас вот этих наглых пиротехник просто пиротехники уже уже в них не верят так сельватория басу фокусники недоделаны замедлили мое продвижение награда темных эльфов так сексуа таль у тексте таверны нету сексуа таль сносить ничего не хочется ну ладно тут восстание если что подарю опять же учитывая что это уже будет если происходить то только когда мы начнем продолжать кампанию но давайте сейчас я все остальные армии подвигаем ну а финальную битву наверно все-таки сыграем в следующий сей так давай ты иди сюда подруга верная моя чтоб провинция была полностью моя здесь мы берем вот так вот торговлю все-таки развиваем здесь начинаем строить здесь развиваем город соль я все-таки не успел достроить остаемся без соли в этом прохождении так красавица ты восстанавливаешь до краса . мая я даже не знаю куда тебя повезти ладно сиди пока в городе потом если что придумаем так ну с крок гаром тоже мы разобраться не успели потягаться помериться там но дачу тут у него отобрали окей давайте тогда продолжим уже в следующей серии уже сыграем эту финальную битву поставим точку обеспечим себе победу и начнем продолжать точнее будем кампанию за темных эльфов на сегодня все спасибо за внимание до следующего видео до победного видео всем добра